Всем привет! Меня зовут Карина. Это мой сын Захар. Сегодня мы расскажем вам свои впечатления про стульчик для кормления Corella Triumph. Выбирала я стульчик для кормления очень долго. И поэтому, если сейчас вы стоите перед таким выбором, я надеюсь, что это видео будет для вас полезным. Выбирала я по таким критериям, как функциональность, цена, ну и внешний вид и качество материала. И остановилась на этой модели. Самое большее меня, конечно, привлекло наличие качельки. Из всех стульчиков с такой функцией Corella Triumph один из самых недорогих. Поэтому мы остановились на выбор на нем. На мой взгляд, стульчик изготовлен из очень хороших материалов. Нет никакого люфта, который вызывает опасения. Все материалы очень приятные, очень красивые. Внешний вид, вся цветовая гамма Corella Triumph. Ну, мне лично очень нравится. Я думаю, каждый может найти какой-то приятный, любимый цвет. Также мне очень порадовала конструкция. Она очень надежная. Я думаю, каждый убедится в том, что конструкция Corella Triumph очень удобная, очень устойчивая и абсолютно не вызывает опасения. Но недостатками такой конструкции является вес стульчика и его габариты. Конечно, если у вас ограниченное пространство, маленькая кухня, вы выбираете компактный вариант, то это не Corella Triumph. Я, если честно, была даже немножко взволнована и даже расстроена этим весом, его габаритами. Мне хотелось как-то передвигать стульчик, то на кухне ставить, то в зале. Они подставляют стульчик под общий стол, если понадобится в будущем. Но я поняла, что это неудобно. Конечно, это возможно. Он не намертво стоит на полу. Там даже есть какие-то колесики. Но, если честно, передвигать его абсолютно неудобно. Он очень широкий. И поэтому браться за него это или вдвоем его надо как-то тащить. Ну, в общем, это не маневренный стульчик, который можно быстро переставить из комнаты в комнату. Сидение в стульчике очень удобное, очень мягенькое. В нем есть такой вкладыш еще мягенький, который предназначен для более маленьких деток. Все лямки, ремни безопасности хорошо регулируются. Ребенку в нем удобно. Как-то так регулируется стульчик, что у нас у ребенка постоянно он во втором положении. То есть не полностью ровно, а немножко наклонен. И это позволяет ребенку расслабляться, откидываться в стульчике. Но в то же время сидеть ровно, ему все видно. Он может играться на столешнице, может кушать. Я считаю, это очень удобным положением. У нас был опыт использования Чико Полли. Столик. Мы были в гостях и туда посадили малыша. Но если честно, по поводу регулировки этой спинки у меня возникли какие-то трудности. Или ребенок сидит сильно ровно, и ему явно неудобно, он не привык к такому. Или второе положение уже такое откинутое назад, что ему ничего не видно, он сам хочет подниматься. Ну в общем, как-то мне показалось это неудобно. Ну конечно, если ребенок там привык, то наверное ему удобно. Но такой стульчик как Чико Полли, он конечно легкий. Он легко передвигается, он легко, можно просто толкать его по полу. Он хорошо ездит, он легкий сам по себе и маневренный. Ну это хороший вариант для тех, кому надо мобильность. Материалы сидения это кожа сам, с которого легко можно все смыть. Этот чехол снимается, он тут на кнопочках. Он снимается, его легко можно вытряхнуть, легко можно помыть. Все детали абсолютно легко моются. Мы ребенка не крепим ремнями безопасности, потому что вот эта перемычка под столиком, она полностью блокирует малыша. И он оттуда никуда не денется, поэтому можно не цепляться постоянно на него ремень безопасности. Высота стульчика тоже очень удобная. У нас он стоит максимально высоко. Ребенок хорошо видит, если смотрит мультики, там его хорошо видно. Я кормлю ребенка, мне очень удобно сидеть напротив него. У меня рост 1,63 м. Муж частенько кормит малыша, у него рост вообще 1,80 м, и ему тоже очень удобно. Ну, с этим нет никаких проблем. И насчет качельки. Это функция, которая нас пленила, но с ней возникли небольшие трудности. В связи с тем, что вот такая ситуация бывает, что Захар покушает, и начинает играться за стульчиком, и мог бы уснуть, если бы его как-то подкачать незаметно, ну, начать укачивать. И я как-то себе так это и представляла. Но для того, чтобы начать укачивание, надо проделать целый ряд функций. Надо снять столешницу, если не был ребенок закреплен, то закрепить его ремнем безопасности. Опустить максимально стульчик вниз. Приподнять спинку, если она была полностью наклонена. И только тогда отстегнуть это кресло, и оно может качаться. То есть надо проделать целый ряд функций. Сделать это незаметно невозможно. А когда ребенок сонный видит маму, он просится на руки, он начинает хмыкать, плакать. И поэтому сонного ребенка прийти к нему, начать его двигать, и потом начать укачивать на этой качеле, ну, у нас не получалось. Он там хныкал, плакал, ну, может, там 10 минут это могло продлиться, и все, уже становилось ясно, что он там не уснет. Поэтому мы качелькой пользуемся не так часто. Ну, пользовались сейчас вообще уже не пользуемся, ну, потому что ребенок подрос, он больше хочет там ползать. Ну, в принципе, для того, чтобы подкачать ребенка вот в такой ситуации, это просто невозможно. Но иногда у нас получалось, ну, он там игрался, и укачать его, чтобы он уснул. Ну, это было возможно. Очень помогает, там есть хороший набор мелодий, и очень удобно для того, чтобы качать ребенка, так сказать, незаметно, пультик дистанционного управления. Он полностью может регулировать все, что происходит с этой качелькой, вплоть до самого выключения. И очень удобно, когда ребеночек засыпает, ну, не показывается ему на глаза, а где-то так стоять, незаметно добавить таймер, или сделать тише музыку, или там медленнее укачивать его. Ну, это удобненько. Ну, еще раз повторюсь, мы не очень часто этим пользовались. Стульчик позволен малышам до 9 килограмм. Ну, я не знаю, может, вы боитесь, что ребеночек очень быстро вырастет из этого параметра. У нас малыш очень быстро набирал вес первые 3 месяца. Я тоже боялась, что очень скоро он просто не сможет качаться в этом стульчике. У нас набирался вес 1,2 кг, стабильно прибавлялся. А потом началось понемножку набирать вес. Вот на сегодняшний день ему 9 месяцев, и он еще до 9 килограммов не дотянулся. Поэтому я думаю, что, ну, скорее всего, вы, ну, приличное время сможете пользоваться этим, этой качелькой. Я хочу попробовать качельку для более маленького ребенка, вот, когда будет второй ребенок. Я думаю, для малышей это идеальный вариант, когда его можно укачивать, освободить маму немножко. Но у нас появился стульчик, когда Захару было почти 6 месяцев. Также в комплекте есть дуга с игрушками. Там есть комплектные игрушки, такие маленькие у нас. Это цыпленок и улиточка. Но на такую дугу можно цеплять и свои игрушки, они хорошо держатся. И ребенку, ну, интересно. Ну, на мой взгляд, оно, конечно, немножко неудобно располагается, эта дуга. Но это больше, наверное, как бонус, который просто нужно с радостью принять и не рассматривать особой функциональность. Ну, резюмируя наш опыт использования стульчика, конечно, мы им довольны. Даже те незначительные минусы, о которых я вам рассказала, для кого-то могут быть абсолютно не проблемой. Ну, и для нас они не являются проблемой. Делайте свои выводы, мы стульчиком довольны. Во всех практически отношениях это действительно хорошее приобретение, качественная покупка. Очень приятно, что, несмотря на цену, которая одна из недорогих на рынке Корелла, не создали какую-то действительно дешевую, сомнительную вещь. Это хороший стульчик, это качественные материалы, это, ну, приятная, приятная, приятная покупка. И мы советуем вам его, не стоит бояться этой цены, не стоит бояться этой фирмы, если вы с ней не сталкивались. Удачных вам покупок, здоровья всем малышам, хорошего настроения. Спасибо за внимание.